«Я памятник воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа». У рукотворного памятника великому поэту всех времён и народов в этот день особенно многолюдно. Каким бы ни был сценарий праздника в Архангельском, встреча красногорских поэтов, членов литературного объединения «Звонкая строка», на этом месте ежегодное обязательное мероприятие. Они приходят к постаменту с цветами и читают любимые стихотворные произведения поэта. «Я к вам пишу, чего же более. Мороз и солнце, день чудесный. Я вас любил, любовь ещё быть может». Но кто не помнит известные строчки поистине великого мастера русской литературы. Моё любимое стихотворение «К морю» осталось любимым ещё со школы. Мы учили его наизусть тогда, и Пушкин открылся для меня именно этим стихотворением. Хотя я уже знала и «Зимний вечер», и «Сказки» знала. «Я помню чудное мгновение» в этот день звучит под звуки гитары. Геннадию Хрусталёву строчки романса подпевают все участники праздника. «Пошли годы, бурь порыв мятежный, развеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты». Почти все красногорские поэты без ложной скромности называют Пушкина своим учителем. Это его творчество стало тем самым вдохновением, которое помогало рождению собственных произведений, говорит Татьяна Оржакова. Её новое стихотворение посвящено Александру Сергеевичу. «Я не творю себе кумира, в душе греха не утаить, но как звучать могла бы лира, страдать и плакать и любить без божества его творений? Ужель не знал великий гений, кто движет вещей рукой? Увы, он предпочёл покой». Не одно поколение выросло, изучая творения Александра Сергеевича. Для малышей Пушкин – это прежде всего его волшебные сказки. Добрые и такие родные. Их читают детям, пока они сами не освоили азбуку в каждой семье. А в день рождения юным ценителем творчества Пушкина-сказочника был представлен кукольный спектакль «Сказка о золотом петушке».